Ребята, здравствуйте! В сегодняшнем видео мы с вами научимся строить равные отрезки при помощи циркуля. Давайте с вами вооружимся циркулями и построим отрезок А, предположим, и отрезочек Б. Каким же образом мы построим при помощи циркуля сейчас с вами, ребята, отрезки, равные отрезкам А и Б? Так, давайте мы изобразим... Первое наше задание будет построить отрезок, равный отрезку А, ну и следующее задание — построить отрезок, равный отрезку Б. Для начала давайте проведем с вами при помощи линейки прямую, предположим, прямую М. И на прямой М с вами отметим точку К. Для того, чтобы от точки К нам с вами отложить отрезок, равный отрезку А, нам необходимо воспользоваться циркулем. Ну и давайте с вами приложим к одному концу отрезка иголку, ко второму концу отрезка наш карандаш. Вот мы замерили длину нашего отрезка и, не меняя раствора циркуля, мы с вами иголку поставим на место точки К. И карандашной стороной нашего циркуля мы отметим засечку. Вот таким образом точку пересечения нашей засечки и прямой М мы можем с вами отметить точкой, допустим, Н. И что мы получили? Мы получили отрезок КН, равный отрезку А. Так, мы можем отметить, что это у нас получился отрезок, равный отрезку А. Так, теперь давайте изобразим вторую прямую, прямую Л. Ну и точно так же на прямой Л постараемся сейчас отложить отрезок, равный отрезку Б. То есть построить отрезок, равный данному. Также мы с вами на нашей прямой Л откладываем точку А. Ну и от точки А давайте мы отложим отрезок, равный отрезку Б. Для этого снова мы измеряем длину отрезка Б и, не меняя раствора циркуля, мы с вами поставим игольчатую сторону нашего циркуля на точку А, расположенную на прямой Л, и изобразим засечку. Ну и как раз таки вот этот вот отрезок и будет у нас с вами равен отрезку Б. То есть мы с вами построили отрезок А, Б, равный отрезку Б. Я думаю, что всем все понятно, легко и просто. Ну а на этом у нас с вами все. В следующем видео мы с вами научимся строить равные углы, ребята. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok